Добрый вечер! У эфиры новины для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите в выпуске. 120-годовый юбилей означал одно из ведущих предприемствах харчовой промысловости республики Гомельский мясокомбинат, какие местные новинки появятся на полициях магазинов, расскажет специалист. У Беларуси протягивается модернизация кассовых аппаратов. Они будут утримать GSM-модуль, для чего потребны новое введение, меркование эксперта. И наприконцы программы традиционное знакомство с ценами на Садовину и Огороднену на рынках Гомеля. А зараза об этом и иншим больше подробно. 120-годовый юбилей означал одно из ведущих предприемствах харчовой промысловости Беларуси – Гомельский мясокомбинат. А кроме урочистости, у этой подеи присвечена и распроцовка новых видов мясной продукции. Например, на полициях магазинах ходка з'явятся выработки зындычки и баранины. Як вядома, по фабрикат из баранины зараз не выпускает ни одно предприемство Беларуси. Каштонность мяса этой живелы вядомая давно, але отповедная харчовая ниша до этого часу пустовала. На рэш и селита предприемства почало выпуск еще больше, чем штырох десятков новых наимене продукции. На сегодняшний момент на предприятии разрабатываются новые виды колбасных изделий, до сих пор не выпускаемых в Республике Беларусь. Это из баранины изделия. Сейчас мы подошли к выпуску вареной колбасы из баранины, варенокопченой. Также собираемся удивить наших потребителей колбасами из индейки. Это будет вареная колбаса, сосиски, сардельки, которую в скором времени наши потребители увидят сначала в фирменной торговле, потом уже, конечно, и во всей торговле, как в Гомельской области, так и в Республике, надеемся. Кассовые аппараты в Беларуси становятся больше функциональными. Их оснащают GSM-модулями. Плануется, что модернизация завершится до конца вересня будущего года. Для чего в уголе потребны GSM-модули? По-перше, податковые органы смогут в режиме реального часа отрымливать информацию об сумах выручки в певном гандлевом объекте. Але такие изменения должны быть удобными и для самих предпринимателей. Например, не нужно будет вести книгу кассира. На ее заполнение тратится шмат часа. А благодаря обновленным аппаратам, информация будет систематизоваться автоматично. И никакие штуденные подлики выручки не потребуются. А кроме того, если, например, господарь гандлевого объекта выезжая за мяжу, то с любой кропки свету сможешь отшить за финансовыми справами. С конца 2015 года у нас появились новшества. Начали устанавливать так называемые средства контроля налоговых органов в кассовые суммирующие аппараты. Первыми уже у нас оснащены автозаправочные станции. На подходе у нас автомобили-такси, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ну и к концу года оборудуются данным средством торговые центры, у которых площадь занимается выше 650 квадратных метров. То есть данное средство поможет обеспечить как и налоговым органам, так и самим плательщикам. В реальном времени можно видеть учет выручки. То есть это будет передаваться посредством мобильной связи. То есть в кассовый аппарат будет встроен блок, в котором будет GSM-модуль, который посредством мобильной связи будет передавать информацию в центр обработки данных, которую могут воспользоваться как плательщики, так и налоговые органы. То есть теперь в прямом эфире, в реальном времени. И собственники магазинов могут контролировать выручку свою. Также и налоговая инспекция может контролировать данную выручку. Не глядяши на то, что кассовые аппараты зараз находятся амальпоусюдно, продавцы не заусюды пробивают чеки. А потом сдарается, что товар не належна якости, альбома и инши не дохопы. Але без чека поспробуй нечто доказать. Особливостью тем, что кассовые аппараты усталевывают не все продавцы. Кто обовязаны их медь? Нагадая специалист. В общем случае, при продаже товаров, оказании услуг, проведении каких-либо работ, все организации, индивидуальные предприниматели обязаны принимать наличные денежные средства при помощи кассовых суммирующих аппаратов. Значит, в случае задатка, залога, в любом из этих случаев надо принимать с помощью кассового оборудования. В подтверждении суммы принятых наличных денежных средств продавец обязан выдать покупателю кассовый чек. Договор розничной купли-продажи является надлежащим заключенным только после того, когда выдан чек. Значит, данный чек будет являться гарантией качества товара и возврата товара, если товар некачественный. Напылано, амаль кожный траплявый ситуацию, коли у продавца отсутничает кассовый аппарат. А покупник принципово, и это правильно, ожидает рамать чек. Вот таким в выпадку просите, как за место чека вам выдали квитанцию. Наши платежки имеют право осуществлять прием наличных денежных средств без кассовых суммирующих аппаратов. Значит, есть случаи, когда они обязаны выписать квитанцию о приеме наличных денежных средств. То есть, это бланк со степенью защиты, строгой формы. Значит, а есть случаи, когда они не обязаны выписывать. Но в этом случае граждане имеют право потребовать выписать эту квитанцию. Опять же, для защиты своих прав. Значит, ну, основные случаи, я могу назвать, это при оказании услуг вне постоянного места ощущения деятельности. Обязательно в порядке выписывается квитанция. При продаже товаров на торговых местах на рынках, стоимость которого превышает базовую величину. То есть, здесь тоже обязаны выписать квитанцию о приеме наличных денежных средствах. Нагадаем, порушение парадку выкаристания касового обстылявания карается штрафом. Индивидуальный предприниматель может заплатить до 100 базовых величин. Организация – от 10 до 200. Два тыдни пройшло с момента проведения в нашей стране деноминации. За гэты часа, кроме чисто техничных и узкоспециализованных пытанев, у людей возникают и довольно житевые, некоторые из них навод мяжут с мифами. Первая тычится складанности от рознения саправдных грошей от фальшивых. Специалисты Нацбанка нагадывают, что номинал деноминаванных белорусских банкнот можно вызначить навод на вобманцах. И он находится в одном и тем же месте – у левым нижним боку. Оформлены в выгляде разных геометричных фигур. Трофугольник – это 50 рублей, ромб – 100, квадрат – 20, рыска – 5. Особливо корыстная такая особливость для людей с дренным взроком. По мерковании специалистов, докоры у тым, что гроши узору 2009 года вельми подобные на евро, свечене того, что Украина друковала их по отповедности с европейским узровнем. Ну а подобенство у тым, что як евро, так и белорусские гроши адлюстровывают 7 колеров вяселки. А кроме того, и по ступенях аховы банкноты адповедают сусветным стандартам. Например, мают аховную нить ваконного типу. Это значит, она выходит на поверхню купюры в выгляде особных пунктирных полосок и промовугольников. А так само войдены знак, який добра бачны на просвет и адповедая основной выявенной банкноте. З манливым специалисты называют уражение, что Украине не хапает динаминованных грошей. И тлумачить, что перед первым лепеня люди достаточно активно снимали наявность у банкоматах и тому зараз расплочиваются у основным банкнотами узору 2000 года. А так, все банки и магазины имеют банкноты 2009 года в достатковом объеме, який необходим для того, как корыстаться только ими. Сегодня мы расскажем вам, как изменились цены на Осадовину и Огороднену на гомельских рынках за тыдень. Килограмм бульбы подтанел на 20 копеек. Зараз на центральном ягем можно купить усяго по 30 копеек. Максимальный кошт – 1,5 рубли. На полову знизился кошт на бураки – от 80 копеек за килограмм, на тем же центральном. Перец так само стал больштанным. Стартовый кошт – рубель 80 копеек. А вот некоторые ягоды подшали на отворот расти у цене. Малина – в среднем 5 рублю за килограмм. Чорная парычка – от трех с половой. Цены на гэты и иншие продукты – у наступной таблицы. На гэтым сегодняшний выпуск завершенный. З вами была Марина Северьянова. Як завсюду сустренимся ровно просты день.